так всем привет я сегодня хочу записать практику она называется гармонизирующая мандала сама я уже сделала мне она помогла вернуть себя в состоянии с опорой надеюсь что она поможет и вам значит когда можно делать эту практику в любой момент когда вы понимаете что вас что-то тревожит печалит расстраивает вы чего-то боитесь да и вы не убегаете от этих чувств да я сейчас тревожусь мне очень тревожно потому 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 или мне очень грустно потому 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 то есть я не бегу от чувств но я телу помогаю их прожить я их из тела достаю на бумагу бумага все стерпит значит делать ее можно ну вот каждый раз как вам становится худо если вы не понимаете откуда тревога то конечно нужно разбираться да если вы понимаете ну отлично все мандала может быть поможет и этого будет достаточно если вы не понимаете откуда тревога до разные ситуации бывают то тут конечно лучше разобраться что это за тревога значит ну меня сегодня натолкнул на натолкнула на мысль сделать этот урок события которые происходят сейчас да в россии в украине в мире и меня это саму дестабилизировала очень сначала и я очень быстро обратила внимание что я очень быстро просто мгновенно подключилась коллективному страху и панике это на самом деле происходит махом мгновенно если у вас вдруг также то ваша задача сначала отключиться от коллективного страха как это сделать сейчас расскажу свои практики если вам подойдут если нет используйте свои но расскажу для чего если мы подключаемся к эгрегору коллективного страха мы способствуем всему тому ужасному что происходит да если же мы оттуда отключаемся становимся себе опорой с холодным умом мы можем распространять в коллективное поле совершенно другие эмоции мы можем распространять любовь да и наполнять и если поле коллективное будет из любви все то коллективная любовь на вообще ну все выровняет все абсолютно все просто ну это волшебство это магия коллективное поле имеет огромную силу поэтому к страху лучше не подключаться потому что вы его подпитываете значит как выйти рассказываю свои варианты вариант номер раз кто любит с телом до поработать ну для начала пощупать свое тело вот он я вот да я на месте я здесь я там вот такой длины такой ширины такой высоты можно рассадать в окно рассказать какие там здание ну то есть как-то себя немножко здесь и сейчас вернуть дальше есть два варианта именно снять коллективный страх опять же кто любит через взаимодействие с телом вы можете встать прикрыть глаза представить эти коллективные паутинки до страха которые на вас есть опутали вас и прямо физически представлять как вы их снимаете то есть снимать что-то эфемерное что вы не видите не можете пощупать на что вы ощущаете да и снимать 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 пока не станет легче второй вариант это нарисовать нарисовать себя до человечка нарисовать эти паутинки простым карандашом и стирать ластиком эти паутинки прям стирать 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 пока вам не полегчает пока вы не почувствуете что все я отключилась от коллективного этого поля страхом значит ну почему это важно делать я уже сказала потому что чем больше людей подключается к коллективному страху тем больше но культивируется и растет этот страх если мы выходим из этого игры города мы встаем в свою опору собственную мы можем транслировать любовь любовь мир доброту и наполнять этим всех вам не нужно быть ни ким нет это практикам не кем чтобы это делать нужно просто почувствовать любовь из сердца и представлять как эта любовь распространяется везде этого достаточно вот для чего это нужно да что мы каждый сейчас многие люди не знают что я могу сделать вот мы можем сделать вот это отсоединяться от страха и присоединяться к любовному эгрегору к любви много от это практиков сейчас в чатах прямо собираются и посылают эту любовь коллективно но это могут делать абсолютно все люди поэтому делайте это тоже значит далее мы делаем практику саму я сейчас ее расскажу и отключусь а вы уже делайте ее самостоятельно значит это мой любимый круг рисование в круге почему рисование в круге потому что круг нас гармонизирует стабилизирует круг без начала без конца без острых углов очень гармоничная фигура которая все 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 абсолютно стерпит плюс когда мы на круг смотрим сверху это некий контейнер который сбирает как раз все то что есть внутри нас и то что нас сейчас ну там пугает или расщатывает до выводит из этого ресурса дисбалансирует значит альбомный лист вам понадобится или больше если вы чувствуете что огромное количество там этого страха если нет альбомного листа вы например на работе на вам сейчас нужно себе помочь берите снегурочку да лучше так чем никак если у вас нет карандашей фломастеров красок лучше ручкой чем никак то есть это все будет лучше чем ничего не поделать но идеальная схема это конечно карандаши цветные карандаши которые будут являться опорой вам да даже в рисовании кто-то кому откликаются окраски может использовать гуашь здесь можно использовать фломастера но менее желательно но можно и цветные ручки значит ваша задача нарисовать круг не меньше чем на размер листа 4 до если вас больше лист или картон то пожалуйста берите больше вот он этот круг тем цветом который вам захотелось дальше вы даже можете написать на этом листочки контейнер контейнер написать контейнер и соединиться с теми чувствами эмоциями ощущениями которые вас дисбалансируют на что это тревога страх паника ну что там еще соединиться и выплеснуть в круг просто рисуйте это может быть любой вариант какие-то схемы символы это может быть просто вы зачеркиваете чиркаете заштриховываете это может быть какой-то узор конкретный да то есть это может быть все что угодно как захотите делать это даже вот такие штуки могут получаться абсолютно нет никаких ограничений абсолютно нет никаких ограничений главное чтобы вышли за телом из тела доставали эти эмоции после того как вы дорисуете спросите себя стало ли вам легче да хотя бы немножко если стало легче отлично позаботьтесь о себе еще да еще 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 приводите себя в порядок рисовать можно ежедневно если вам вдруг легче не стало можно попробовать еще нарисовать можно взять лист побольше можно взять карандаши менее мягкие такие потверже и вычеркивать это все из себя доставать у нас связь рука мозг она потрясающе сильная поэтому используйте эту технику она точно поможет вам если нужно я указала свой инстаграм если нужна обратная связь пишите пожалуйста я дам вам какую-то обратную связь делитесь впечатлениями как у вас стало ли вам легче проще да стало ли причем легче может стать не все секунду а там через 10-15 минут да вы поймете что ну да все мне полегче поэтому понаблюдайте за собой после и если нужно пишите обратную связь все рассылаем всему миру безусловную любовь я вас тоже очень люблю обнимаю и всего самого лучшего